Всем привет, дорогие мои любимые зрители! Сегодня у меня видео сборная солянка и будет три сюжета разных. Сначала я покажу вам свои образы в голубых тонах для немного прохладного лета. Затем мы познакомимся с Еленой Кобяковой, которую я случайно встретила на Невском проспекте. Она оказалась зрительницей моего канала и также блогером, художником по росписи ткани в стиле батик. Кстати, ссылочку на ее канал я, конечно же, оставлю в описании под этим роликом. И мы посмотрим немножечко обувь в магазине Хегл. Ну, а сейчас хочу показать вам свой такой летний утепленный образ. У нас тут было прохладно, дожди, было 16-17 градусов. И вот я, кстати, когда мы с Кирой и Савельевой встречались, я выгуливала вот этот плащик, пыльник из льна, который похож на джинсовый. Но нет, это не джинсовый, он льняной. И некоторым зрителям это не понравилось. Вот смотрите, как я его обыгрываю. У меня такой потрясающий палантин Буа от Елены Ткаченко. Ну, вы уже все узнаете. Такие золотые нити кисти и нежно-голубой сам Буа. Вот эти перышки из натурального шелка. С чем сочетаются золотые кисти? С моими шлепанцами, которые золотые и серебряные одновременно. И на мне такие бежевые брюки из льна Бенетон. Сумочка у меня, конечно же, наша любимая Тоскана Бэкс. Вы знаете, эта модель, она прямо стала моей любимицей. Это вот как у Лены красная, которую она увезла в Ригу. Она очень удобная. У нее фактически четыре кармана с молнией, быстрого доступа. Практически нет фурнитуры. В общем, подходит ко всему. И к ней, кстати, прилагается вот такой вот достаточно широкий ремень. Это ее родной. Мои любимые бусики Мурана. Плоские, как пуговки. Это стеклянные бусики. Бусики Мурана. Вы знаете, мою любовь к ним. И летом я всегда очень счастлива, что их можно повыгуливать и вписывать в любой образ. Ну, а блуза это Дези Нит. Магазин, из которого у меня недавно был репортаж. Недавно я в него заходила и приобрела вот эту блузу. Ну, а здесь я уже решила утеплиться по-взрослому. У меня красивый хлопчатобумажный такой тоже палантин-шарф. Его летом прямо одно удовольствие носить. Можно сочетать с разными сумочками. Вот первая была, естественно, розовенькая из Тоскана Бэкс. И вторая оранжевая по цвету всех орнаментов, которые присутствуют. И съемный голубой ремень, который у меня отдельно существует. Я его просто приспособила к этой оранжевой сумочке, потому что это классно, это очень удобно. Мне нравится, когда ремень не выделяется, он не перерезает как бы тело. Но сумочка играет сама по себе, как будто она просто висит без ремня. Дорогие друзья, представляете, иду я, как всегда, шифруюсь по-невскому, снимаю стрит-стайл. И вдруг, вдруг вот эта очаровательная, супермодная женщина вот с таким вот роскошным педикюром, сочетающимся с маникюром, с сумочкой. Ну, расскажите о себе, давайте познакомимся. Друзья, всем привет, меня зовут Елена Кобякова, я дизайнер... Подождите, Елена? Меня зовут Елена Кобякова, я дизайнер. Кобякова, фамилия? Елена Кобякова. Кобякова, чтобы все запомнили, товарищи. Я подпишу еще. Я дизайнер по росписи тканей в технике, батик. Расписываю натуральные ткани профессиональными красителями, создаю красивейшие аксессуары, палантины, платки. Это авторские работы, и я уже создала более 700 работ. Но я еще и провожу мастер-классы и обучаю. Подождите, а как давно вы этим увлекаетесь? Я с 2010 года увлечена этой техникой, но 20 лет я мечтала о батике. Мне просто повезло, ребенок узнал о моей мечте и купил мне коробку с красками. Но самое интересное, что я ждала очень долго пенсии, думала, что я на пенсии буду рисовать. А кем вы работали до пенсии? Вообще я педагог по ИЗО, а потом перешла уже в фирму Керхер, компьютерный дизайн. Фотошоп, World Draw, Индизайн, полиграфия. Но моя любовь – это батик, и хобби дает возможность снимать стресс. Снимать стресс, не думать о плохих новостях, перестраивать свои мозги. И только благодаря батику я изменилась сама. Ну вот жалко, что мы сейчас не видим вашей работы, они остались на ярмарке мастеров. Потому что мы встретились в субботу, еще завтра тоже, да, продажи? Ой, ребята, друзья, приходите на авторские штучки «Инженерная 13». Это когда? Это завтра. Ну завтра у нас ролик не выйдет. Меня можно найти на YouTube. Батик Елены Кобяковой. Так, подождите, у вас есть на YouTube канал, который называется «Батик Елены Кобяковой». Студия «Батика Елены Кобяковой». Так, я, дорогие друзья, найду ссылку и оставлю под этим видео. Но я думаю, что мы несколько раз повторили, и можно запомнить ваше имя. Но вы прям вообще… Сразу видно, что художник. И вот опровергаете вот это знаменитое, что в Питере все в черном ходят. Ну я-то, конечно, вас в черном встретила. Я маскируюсь. Как вы вообще меня узнали? Я не накрашена вообще никакая. Я за вами следила несколько лет. И сегодня такой день, я думала, что точно должно что-то произойти феноменальное. Иду по Невскому, и ба-бах, вернулась, и глаза вот такими… Ну здорово. Если у вас есть еще и YouTube канал, то там работы ваши представлены. Можно посмотреть, как здорово. Как здорово, как здорово. Дорогие друзья, мне прямо распирает гордость, что у меня такие красивые, стильные, яркие, интеллигентные. Спасибо огромное. Великолепная женщина, петербурженка, модница Петербурга. Это вообще просто вот сто процентов. Даже не сомневайтесь. Мы это видим сразу. Спасибо большое. Ну что, давайте знакомиться поближе теперь. С удовольствием. С удовольствием приглашаю вас на мой мастер-класс. Вы создадите свой платок, который хотите видеть на себе в своем гардеробе. Спасибо большое. С удовольствием проведу мастер-класс для вас. Неожиданная встреча, она такая приятная. Ну а теперь давайте посмотрим небольшой обзор из магазина Хёггл. Очень дорогая обувь. Прямо стало как-то неподъемных денег стоить. Если еще за зимние, осенние там хотя бы отдаешь и понимаешь, что это там много кожи используется, то за летние туфельки, босоножки для нашего краткосрочного, кратковременного лета, ну прямо жалко. Но, конечно, для особых случаев, а вы знаете, у меня скоро намечается особый случай, конечно же, я смотрю нарядные туфельки, интересных цветов. Очень мне понравились вот эти мюли, можно сказать, да. Устойчивый каблук, мягкая кожа, то есть, в принципе, как в тапочках, но не считая каблука. Оригинальная тоже модель. Выглядят как будто бы лоферы. Достаточно высокий каблук. Ну, в смысле, не плоский все-таки. Хорошо будет смотреться. Ну, это вот абсолютно уже нарядный вариант. Наверное, можно и не весть такие туфли выбрать. Но цены, конечно, зашкаливают. Они как-то прямо совсем не радуют. Совсем не радуют. Ну, вот такие туфельки, это фактически одноразовые. Для какого-то случая, не знаю, каждый день я бы не смогла ходить, конечно, уже мне и каблучок, и эти острые носы. Да, мне кажется, что и молодые особо не ходят. Ну, и вот прекрасные лакированные балетки с острым носиком. Конечно, очень красиво. Вот, пожалуй, самые практичные. Подойдут ко всему. Такого бежевато-телесно-песочного цвета. И босоножки, и туфельки на плоской подошве. Лоферы. Ну, вот, кстати, в прошлом году в Иконике такие купила молочные на распродаже. Что-то в районе 7 тысяч они мне обошлись. Ну, а вот эти по виду такие же стоят. Теперь вот все практически больше 20 тысяч. Больше. Вот замшевые тоже. Меньше 20 тысяч вообще ничего нет. Слава богу, что в прошлом году я купила себе золотые лоферы Massimo Beauty на сайте June. А то бы я, конечно, вот на эти глаз положила. Но цена очень отрезвляет. Красивый голубой. Он бы, кстати, подошел к моему образу, который я показывала вначале. Ко всем образам, которые я показывала вначале. Потому что у них как раз вот такой вот красивый голубой оттенок. Что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео, состоящее из трех разных сюжетов. Увидимся с вами совсем скоро в следующем ролике. Пока-пока. Подписывайтесь на мой дзен и ютуб канал. Буду благодарна вам за лайки и комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok